Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса сладчайшего Господа и Спасителя нашего благословляю всех вас, люди добрые, благословляю землю тульскую, Тулу, Тула, Кремль. Сегодня молитвенная прогулка по городу, сделал трансляции и вот пишу это видео в молитве, молясь за всех вас, благословляю всех подписчиков канала, да благословляю Кремль, Тулу. Историческое место, это я пел сейчас благословение священников в одной из башен Кремля, да здесь их 9 этих башен, 9 башен Кремля и стены. Вот собственно даже здесь есть фотографии старинные, Тульский Кремль, торговые ряды, вот здесь, начало 20 века. Да, слава Богу. Ну и собственно вот это собор. Реконструкция идет, восстановление, да, выстроена колокольня, да, слава Богу. Так что она отбивает время, часы поставлены снова, так что да, с территории Кремля. Да, ну а сам собор, еще там идет работа реставрационная, я не знаю когда закончится, но хотелось бы конечно, да, чтобы уже побывать там тоже на службе, чтобы там проводилась литургия. Да, здесь еще один храм, красивое место вообще, шикарное место, да, историческое место. Здесь конечно раньше было по-другому, в те времена было все по-другому, здесь много домиков стояло всевозможных. Это была крепость, Кремль это крепость собственно, Тульская крепость, посад, город. Кстати там реконструкция есть, фрагмент, кусочек такой, как выглядело или как могло выглядеть в то время все. Да, ну а сейчас Тула, да, сейчас Кремль это сердце Тулы, это то, что является историей. Вот поэтому прямо сейчас я молюсь за сердце Тулы, молюсь, да, благоставляю сердце. Пусть и сердце источники живые, пусть живая вера в живого Бога оживотворит все. Пусть имя Иисуса Христа будет прославляемо здесь, и в Туле, и в частности здесь в Кремле. Пусть по всему периметру Кремля здесь тысячи людей собираются для словословия, для восхваления Бога. Пусть имя Иисуса прославляется. Аллилуйя. Межконфессиональная, межцерковная. Здесь в Туле, ну не так много, но в принципе основные конфессии есть здесь, и динаминации разные тоже. Здесь и протестантские церкви, православные, католические, так что здесь есть уже какое-то разнообразие. Но думаю будет еще больше разнообразия. Вот, и такое единство в многообразии, да. Вот, собственно, восстанавливаемый, да, собор. И башни кремлевские. Да, спасибо, спасибо Господь. Демонстрационный павильон, археологическое окно на месте разобранного Успенского собора 17-го столетия. Да, вот я сейчас, так, не знаю как включить, просто покажу, вот как он выглядел. И вот фрагмент, археологическое окно называется. Алтарь, престол, алтарь предела, печь для обжига извести. Тот собор был разобран, и вот этот огромный был поставлен. 17-й век, да. Спасибо тебе, Господь. Да, во всех веках люди всегда, те же люди, что в 17-м веке, что в 21-м веке. Люди всегда, люди, люди всегда. Мы нуждаемся в Боге, нуждаемся, да, в любви Его. Пусть Господь благословит Тулу, землю тульскую, во имя Христа Иисуса. Аллилуйя. Великий Бог, когда на все смотрю я, да, и на то, что ты создал, и на то, что мы создаем, да, подражая тебе, Творцу нашему, да, имея в себе это творческое начало, восхваляю имя Твое Святое, воспеваю тебе, Богу Вышних. Да, всегда поет мой дух Господь тебе, как ты велик, мой Бог велик. Всегда поет мой дух Господь тебе, как ты велик, мой Бог велик. Аллилуйя. Да, слава Богу Святому. Снова и снова благословляю Тулу, землю тульскую, пусть здесь это пробуждение огромное происходит. Значит, да, в начале 90-х здесь начиналось, было пробуждение, а до того, сто лет назад, в 20-е годы, времена Непа, здесь тоже было, начиналось, было пробуждение. Но это были лишь такие толчки духовного пробуждения, это было не само еще извержение, не само еще пробуждение, но это были толчки, мощные толчки. И тысячи людей, да, и в 20-е годы, 1920-е, и в начале 90-х, да, отдавали свои сердца Иисусу, принимали Христа в свое сердце Господом, своим Спасителем. Вот, и это на самом деле небо радовалось, небо радовалось, спасение душ людских, я думаю, еще небо порадуется, ох, еще более великому торжеству веры здесь, в Туле, в Тульской земле. И, дай бог, увидеть это, и не просто видеть, а принимать непосредственное участие в этом, да, здесь, так, а здесь загорождено, наверное, упало, просто заграждено. Так, а вот, собственно, вот небольшая реконструкция здесь, передо мной сейчас. Это попытка реконструкции вот того, как могло все здесь выглядеть в те столетия. Шестнадцатый век, семнадцатый век даже еще, потому что в восемнадцатом уже по-другому чуть здесь все было. Да, вот, можно как-то визуализация такая, знаете, как бы прикасать, я люблю такие вещи, как бы ты прикасаешься к истории, ты как бы немного лучше себя представляешь, начинаешь представлять, как все выглядело в те времена. Вот. Да, спасибо, Господь, что ты поместил нас жить в двадцать первое столетие. Но и в наш век, когда, как говорится, космические корабли бороздят просторы Вселенной, человек, тот же человек, грешник, он и в шестнадцатом веке грешник, и в двадцать первом веке. И спасение мы также принимаем через веру во Христа Иисуса, через то, что открываем свои сердца навстречу Богу нашему, да, принимаем Его святую любовь. Спасибо тебе, Господь, и живем в этой любви. Как наш союз любви прекрасен. Бог и человек, человек и Бог. Это прекрасная история любви. Да. Ибо так возлюбил Бог мир, отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Спасибо, Господь, тебе за все. Спасибо, спасибо. Да, и вот здесь такая реконструкция этих домиков. Вот так примерно жили люди в то время. Фото зона здесь даже есть, можно фотографироваться. Но сейчас пока все еще закрыто. Раннее утро, шесть утра еще. Вот, собственно, храмы, соборы, да. Пусть Бог благоставит всех вас, друзья. Молитесь о Туле, присоединяйтесь к этой молитве. И сегодняшним утром, и во все дни жизни здесь, да, в Туле мы уже давно живем уже. Молюсь об этой земле, верю, что Бог, Господь Бог привел сюда, на эту землю, неспроста, да, для служения Ему, благоставляя верующих. Разные конфессии, разные динаминации здесь трудящихся. Да, слава Богу, пусть имя Иисуса прославляется, имя Господне, живого Бога, имя. Его имя – любовь, его имя – свет. И нет в нем никакой тьмы, нет в нем никакой нелюбви. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа. Любовь Бога, Отца, общение Святого Духа со всеми нами. Да. Аминь. Отца, общение Святого Духа. Ой. Продолжение следует...